Специально голову внизу держала. И мне вообще, Вик, эта прическа неудачная. Во-первых, уши моих не видно. Дима будет три часа там копаться, когда у тебя будет красть эти, как его. Сергей. Если у совершенства есть предел, то здесь его обязательно попытаются найти. Идеальная прическа, высокие каблуки, платье соблазнительное, но не пошлое. Без деталей герой не раскроется полностью. А на это не так много времени. Это спектакль анекдот. Здесь все быстро, ярко и стремительно. Что происходит? Я хочу. Как вы смеете? Что такое? На вас оса села. На платье сзади уже улетела. Долго отвечаешь, Миша. Миша, тысячу раз ты уже бы сдернул бы это платье. Ведь правда, да? Если по правде. Стоп каждые несколько минут. Репетиция напряженная. Казалось бы, нелогично, но так всегда, когда ставишь комедию. Чтобы на сцене все выглядело непринужденно, эту непринужденность нужно нарабатывать раз за разом. До премьеры всего несколько дней. Труп постарается не паниковать, чтобы панику, так называется спектакль, отыграть идеально. Это история о любовном треугольнике. Или квадрате, или даже... В общем, так зрителям предлагают забыть о зимней хандре. Сбежим от быта, от обыденности. Но не всегда же мы принимаем правильные решения, правда? Когда хотим что-то скрыть друг от друга. Потом и возникает это паническое состояние. И хочется еще что-то другое придумать. Потом опять ввязнем в какое-то другое вранье. Ну, я надеюсь, что для наших героев все закончится хорошо. Гротескная, нарочито театральная, провокационная пьеса. Градус напряжения на сцене то и дело растет. И снова подводные камни комедии. Эмоционально ее играть может быть и легче, но физически такие сцены безумно выматывают. Ну, это каждый из нас испытывал. Ну, нельзя здесь врать. Устали? Премьера спектакля в драматическом театре. И это не шутки уже первого апреля. В эту субботу зрители смогут посмотреть на любовные припяти героев и от души посмеяться. Ведь, как говорят, комедия – это трагедия, которая произошла с кем-то другим. Простите, у вас есть муж? Обязательно заведите. А потом заведите себе любовника. А если у вас есть любовник, то муж тоже может завести себе любовницу. Ну, получается, такой круг, и вы счастливы. Ну, а теперь – это трагедия. Ольга Амелина, Евгений Тюнев. Новости Вологды.